Всем привет! Прошло какое-то количество времени. В прошлой серии мы разбирали, дефектовали БСЕ. Немецкую кувалду, простейшую немецкую инженерию, которая должна работать вечно, но она просто износилась. А в этой серии мы ее будем собирать. Мы собрали все детали в одну кучу, выполнили все металлообработческие дела и будем собирать этот простой немецкий БСЕ, что вам очень подробно покажем и так после дефектовки все отмыли посмотрели промерили и приняли решение с клиентом разточить блок в первый ремонтный размер более никаких с ним действий не делали также обтянули вкладыши и новые стандартные но новые. Проверили их геометрию и размер, все соответствует заводским допускам, поэтому можно смело все ставить и собирать мотор. По коленвалу никаких работ не производили, его только замерили, все его размеры соответствуют заводским, его отмыли и соответственно подготовим к установке, прочищаем вот какие-то небольшие огрехи после мойки. После того как положили коленвал в блок цилиндров, следующим этапом необходимо установить полуколенвал, которые предотвращают продольное движение коленчатого вала. Эта деталь также поддается измерению, в данном случае все соответствует заводским размерам. На автомобилях с механической коробкой передач это лучше всегда менять по умолчанию, потому что на механике у вас повышенная нагрузка на эти элементы. На гидравлических, гидротрансформаторных коробках в автоматах, как правило эта деталь вообще никогда не изнашивается, но на механике она очень часто выходит из строя чуть раньше чем обычно. Устанавливаем крышки постели коленвала, здесь важно поставить их правильно, у каждой крышки есть свое положение, соответственно обращаемся к технической документации, но как правило они ставят замок к замку, номер на крышке подписан, отсчет идет от шкива коленвала. Болты меняем, так как они тянутся с доворотом. Болты необходимо затянуть моментом указанном в технической документации с доворотом. Как мы знаем, любой болт, который тянется с доворотом требует замены, так как является одноразовым. Устанавливаем задний сальник коленвала. По классике вагостроения задний сальник идет с резиновым уплотнением, поэтому его не надо мазать герметиком, единственное нужно чуть-чуть помазать заднюю шейку коленвала, чтобы все просто помягче садилось и сделало безопасным первый запуск, чтобы он там не пригорел. Тонким-тонким слоем пальцем чуть-чуть мажем поверхность коленчатого вала и устанавливаем сальник через специальную оправку. Оправка как правило идет в комплекте. После установки коленчатого вала следующим этапом идет установка поршня с шатуном, но перед этим их необходимо еще собрать, так как мы заменили поршни в данном случае на первый ремонтный размер. Надо сейчас поменять кольца на поршнях, собрать поршень-чатун, поспать, поесть, да, поспать и будем устанавливать. Что мы делаем? У нас есть поршни фирмы вот такой, они идут с кольцами, но поршни в целом у них нормальные, но кольца я предпочитаю ставить вот такие. Фирмы Кольбеншми, тут нет ничего. Это кармашек для старых колец. Это кармашек для старых колец. Ну да, все четко. Дай-ка я зазор посмотрю. Перед установкой поршней необходимо также проверить зазор в кольцах компрессионных и маслосъемных. Два соответственно у нас компрессионных, одно маслосъемное. Для этого необходимо установить кольцо в цилиндр, проконтролировать, чтобы все расстояния от края плоскости до кольца были одинаковые. То есть кольцо должно стоять ровно без перекоса. И после этого с помощью щупов замерить зазор. Чтобы немножко упростить задачу, если у вас поршень с плоским дничьим, то это можно чуть-чуть просто потолкнуть его поршнем. Как я это делаю в данном случае. Далее мы видим зазор, замеряем его щупом и сравниваем с табличными значениями которые предоставил нам завод-изготовитель. Если они соответствуют этим размерам, то смело устанавливаем их на поршни и ставим в двигатель. Померили зазоры, соответственно все зазоры в норме. Собираем поршни и устанавливаем их в двигатель. Все, шпуля. Да, уже померили. А итак, переходим к установке, к сборке поршней. Первым делом я предпочитаю установить на них кольца. Соответственно, начинаем всегда с установки маслосъемных колец. В данном случае оно сборное. То есть мы сначала устанавливаем пружинку, потом сверху и снизу устанавливаем два фиксирующих кольца. Далее, с помощью специального приспособления, ставим два компрессионных кольца. Важно обратить внимание, где вверх, где низ у компрессионного кольца. Потому что у них это очень важно и это не без разницы, как в отличии от маслосъемных колец. Верхняя сторона компрессионного кольца, как правило, подписана надписью ТОП. То есть ТОП у нас всегда смотрит наверх. И ТОП это не в смысле кольца ТОП, а в смысле верх. После установки поршневых колец необходимо собрать поршень и шатун в одно целое. Для этого устанавливаем поршневой палец. Смазываем все сборочной пастой. Она оптимально для этого подходит, растворяется в масле. Ее смазывающих свойств вполне достаточно для первого запуска и в целом для удобства установки. Секретов никаких нет. Главное убедиться, что стопорное кольцо встало в канавку и оттуда не выскакивает. Это можно визуально контролировать. Это дело адекватно оценить. В целом больше никаких тут нюансов нет. Все должно четко без заклинивания двигаться. И соответственно плавно ходить без каких-то лишних люфтов, зазоров. Просто все должно плавно вращаться и двигаться. На видео мы собрали как это делается на одном соответственно поршне. Все остальные, как и на всех машинах, собираются аналогично. Единственная разница бывают пальцы с горячепрессовой посадкой. Но это уже совсем другая история. После сборки и проверки всех компонентов можно устанавливать собранный шатун с поршня в блок цилиндров. Для этого мы используем также ту же монтажную сборочную пасту. Она идеально подходит для этих действий. И смело ее используем, как показано на видео. Ставим все с помощью универсальной оправки. В данном случае, если бы это был какой-нибудь 4.8 или 4.5. Которые порши я собираю достаточно часто. То у меня есть вытащенные оправки специально под эти диаметры мотора. Но в данном случае такие моторы для меня редкость. Я их собираю не так часто. Поэтому здесь используем универсальную. Какие различия бывают в этих оправках? Если вы собираетесь ее только купить, всегда выбирайте оправку, чтобы зажимной механизм был пружинный. Такой как у меня. Потому что бывают механизмы с трещоткой, с зубчиками. А любой ступенчатый механизм будет как всегда. Либо не дожал, либо пережал. Но в данном случае у меня вот снопоновская оправка. Она с пружинным механизмом. И она позволяет зажать именно так как должно быть. Переходим к установке нижней крышки шатуна. Применительно к четырехцилиндровому мотору. Так как мы по строению коленвала видим, что у нас всегда два поршня вверху, а два поршня внизу. Поэтому можно смело ставить их попарно. То есть сначала ставим положение нижней мертвой точки двух крайних. Устанавливаем туда сразу два поршня. И сразу их две крышки прикручиваем. Соответственно потом поворачиваем на 180. У нас получается, что теперь два средних в нижней мертвой точке. И также ставим по два. Как бы вроде бы ничего такого. Но в целом как-то немножко упрощает эту задачу. Чем каждый поршень крутить туда-сюда ставить. Это все немножко сложнее и дольше. Поэтому применительно к четырехцилиндровому мотору реально. Но это очень удобно. Ну здесь как по классике мы вообще ничего не изобретаем. Берем, читаем что там написано в книге. Берем динамик. Еще раз читаем. И затягиваем все как написано в умной книжке. И как обычно болты, которые мы тянем до воротов. Мы меняем на новые. После обтяжки каждого из шатунов по очереди. Я всегда проверяю на плавность хода, на страгивание. То есть стараюсь рукой провернуть мотор минимум на 360 градусов без остановки. Это такая как бы проверка самого себя. Проверка того правильно ли вы все замерили. То есть в данном случае если присутствуют какие-то эллипсы или зажатие. У вас будет в определенный момент мотор подкусывать. Он не будет вращаться плавно без заедания. Его будет в какой-то момент подкусывать. Поэтому мы установили. Затянули все с моментом. И повращали, посмотрели. Все должно крутиться ну не скажем так легко. Но плавно без закусываний. Основное обращаем внимание. Чтобы он просто крутился равномерно. Соответственно усилия. В зависимости от количества цилиндров. Всегда бывает разное. Плюс еще очень сильно зависит от того. Как вы его используете в сборочную пасту. Чем гуще паста. Тем соответственно момент страгивания коленвала будет выше. Далее проступаем к сборке головки блока цилиндров. Данную процедуру мы будем выполнять на импровизированном стенде. Который я самостоятельно сделал. Специально для головок с трехлитровых макановских моторов. Где очень сильно утоплен клапан. И классическими струбцинами это просто невыносимо делать. Я соответственно сделал некий такой простой стол. Для засухаривания и рассухаривания головок блока. Простейшая конструкция. Крайне удобная в пользовании. И сильно увеличивает скорость этой работы. Мы берем шуруповерт и устанавливаем его на первую скорость. Одеваем подходящую по диаметру оправку на нажимной винт. И начинаем затягивать. Плоскость нажимной оправки и плоскость пружины должны быть параллельны друг другу. То есть устанавливаем все ровно. И потихоньку аккуратно на низкой скорости шуруповерта сжимаем пружину. Нажимную оправку необходимо придерживать немножко ключом. Так как конструкция не совершенна и в процессе затягивания она вращается. Это крайне опасно, потому что можно повредить колодец головки блока цилиндра. В данном случае это не так страшно, потому что здесь нет колодцев. Далее устанавливаем сухари, то есть фиксаторы клапана. Один установили, его можно подвинуть на тыльную сторону, чтобы нам не мешал установке второго. Аналогичным способом устанавливаем вторую часть сухаря. Сухари установлены, они приклеиваются на смазку, что упрощает их монтаж. Теперь аккуратно на первой скорости шуруповерта ослабляем пружину. Вот и все, смысл такой. Теперь эту процедуру аналогично проделываем со всеми остальными клапанами. Засухарили и вот готовый результат. Там мы на головке-то заменили направляющие втулки выпускных клапанов. Маслосъемные колпачки все помыли, почистили. Седла все целая. Сделали подрезку клапанной фаски для обеспечения идеального прилегания двух привалочных поверхностей для обеспечения герметичности камер в горе. А клапана старые? Клапана, да, им ничего. Кстати, обратите внимание, что Александр, он в моем маленьком мастерской работает айтишником. А кем еще гаишников? Айтишником. Он айтишник, на компьютере штуки делает. А, кнопки нажимаете? Да. Ну, чтобы, так как мы знаем, что все айтишники... Чтобы они не были аф... Приходится выходить и понимать, что происходит. Потому что, если ты не понимаешь... Так, ладно, это все про айтишников, не важно. А мы продолжаем сборку. Устанавливаем новую прокладку ГБЦ. В нарядных четырехцилиндровых моторах, если у вас направляющий установлен на одной стороне, прокладку можно поставить вверх ногами. Поэтому внимательно смотрим, совпадают ли все отверстия. Я всегда как делаю. Ее надо сначала поставить правильно, потом неправильно. И посмотреть разницу. И такую процедуру несколько раз для себя сделать, чтобы убедиться, правильная она или нет. Но, как подсказка, на всех прокладках ГБЦ, по крайней мере на ВАГе, маркировка всегда лицом вверх, так сказать. Так всегда будет правильно. Они делают маркировку всегда таким образом, чтобы она была читаема сверху. Соответственно, если у вас маркировка не читаемая, задумайтесь, возможно, вы делаете что-то неправильно. Теперь устанавливаем головку блока цилиндров. Также, для тех, кто в танке, не путаем ее верх ногами, местами, лево-право и так далее. Устанавливаем по направляющим, согласно технологии ремонта. Далее притягиваем головку блока цилиндров. Все, опять же, в миллионный раз повторюсь. Все так же одинаково, как и везде. Сверяемся с техмануалом, с технической документацией. Делаем все, как там написано. Ни влево, ни вправо, ни сантиметра, никуда. После установки головки блока цилиндров, переходим к подготовке к установке распредвала. Смазываем шейки, посадочные места. А в данном случае постель распредвалов я предпочитаю смазывать консистентной смазкой. Далее устанавливаем рокера. Рокера мы предварительно хорошенько отмыли. В мойке проверили подшипники, чтобы там не было люфтов. Чтобы там иголки все не выпали. И чтобы сам кулачок был ровный, без каких-либо протертостей и износов. В данном случае у нас они остаются старые. Они полностью исправны. Распредвал проще всего ставить так, как написано в мануале. По меткам фаз ГРМ. Им надо вам открыть голову по меткам фаз ГРМ. Так как распредвал необходимо установить в некое перекрытие. То есть когда все клапаны чуть-чуть приоткрыты или закрыты. В данной конструкции можно сразу надеть на него сальник. Чтобы в дальнейшем его не запрессовывать. И устанавливаем распредвал максимально сразу к метке ремня ГРМ. Так будет в дальнейшем проще поставить ремень без лишних проворотов и так далее. Также в данной конструкции можно сразу установить сальник распредвала. То есть пока он не зажат, чтобы туда не запрессовывать. Просто сразу свободненько вкладываем и устанавливаем. Далее устанавливаем крышку постели распредвала. Ее необходимо предварительно намазать герметиком. В данном случае здесь с завода есть пропил. Канавка. Куда необходимо заполнить герметик. Слой не должен быть не сильно толстый, не сильно тонкий. Стараемся так, чтобы максимально внутрь мотора ничего не вылезло. Далее затягиваем крышку необходимым моментом, а в необходимой последовательности. Переходим к установке масляного насоса из системы ГРМ. Она в данном случае у нас состоит из ремня и масляный насос у нас проводится цепью. Это самая простая конструкция. Здесь нет никаких нюансов, хитростей, еще чего-то. Но и как известно, простота конструкции всегда надежна. То есть тут мало элементов, мало что может сломаться. Просто надо вовремя менять ремень ГРМ и ролики. Более здесь ничего нет хитрого или сложного. После установки наносим на цепь смазочную пасту. Это упростит немножечко первый запуск, чтобы цепь не работала на сухую. Она по смазке, пока не наполнится маслом, будет работать без проблем. Далее устанавливаем крышку. В нее заранее запрессовали передний сальник коленвала и устанавливаем так же, как задний, через заправку, чтобы не допустить его повреждения. Перед установкой поддона все стыки, в данном случае это стыки заднего сальника коленвала и крышки переднего сальника коленвала, мы аккуратно подмазываем герметиком. Это необходимо для более правильного уплотнения поддона. Усилить места стыка дополнительной полоской герметика. Поддон на двигателе БСЕ устанавливается на герметик. Здесь также по классике накладываем колбасочку. Ее в дальнейшем либо размазываем специально подготовленным пальцем, либо оставляем так, как есть. Здесь уже вопрос философский и кому как лучше. Завод всегда предпочитает просто колбасочку. Ставим звезду привода распредвала. Устанавливаем все, не забываем про шпонку. Все должно встать плавно, без заеданий. Обращаем внимание, какой стороной мы ставим звезду. Потому что не встречались ошибки, когда звезду ставили вверх ногами. То есть не той стороной к двигателю. Более каких-то здесь нюансов нету. Так как система ГРМ здесь простейшая. И ставится все без каких-либо проблем. Теперь устанавливаем натяжной ролик. Он здесь также простейшей конструкции. Подпружиненный с эксцентриком. Здесь его пока накручиваем гайку до касания. Чтобы у нас осталась возможность для его регулировки при установке ремня. Ну и ставим соответственно сам ремень. Соблюдая все метки. Такие как предприсаны в технологии ремонта. Все это максимально просто. Совмещаем меточку с меточкой. И у нас все получается без каких-либо проблем. После установки ремня ГРМ нам необходимо сделать два оборота коленчатого вала. Это соответствует одному обороту распредвала. После этого проверяем метки. Они должны быть в том же положении в котором мы установили. Если у вас это все в том же положении. Значит поздравляю вас. Вы сделали все правильно. Пусть люди знают своих героев. Мы ставим клапанную крышку. Мои юные автомеханики. Мотор вес собен. Установлен навесное оборудование. Все это сверху. Шланжки. Проводочки. Все это поставили. И нам остается только установить его в автомобиль. И запустить. Чем мы сейчас будем заниматься. В следующем марсе. В следующем марсе. И так теперь первый запуск. Это как всегда самый волнительный момент. 100 моторов уже собрал. 500 моторов собрал. А каждый раз как первый раз. Хотя уверен что все заработает. Все равно первый запуск это некое волнение. Не знаю почему. Наверное почему-то. Ну как? Все нормально? Все по классике. Боисъездщика бессмертная. Ну все запустилось прекрасно. Все проверили. Все работает. Нигде ничего не течет. Все великолепно. Клиенту можно пожелать только удачи. В эксплуатации этого великолепного автомобиля. Здоровья, счастья, успехов. Толстую жену и умных детей. А вы подписывайтесь. Обязательно свое мнение. Нам очень интересно ваше мнение. В комментарии. Потому что только по вашим мнениям. Мы учимся правильно собирать моторы. Иначе просто если бы не вы. Мы бы ну просто так бы и жили в каменном веке. Но ваша эрудиция позволяет только стать лучше. Спасибо. 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 Бchargeічку. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok